Галина Корнилова. Наш знакомый бумчик. Издательство «Советская Россия. Москва. 1975 год». Рисунки Зальцмана. Глава первая. Кто такой бумчик, как он выглядит и что он умеет делать? Я уже знаю. Сейчас вы спросите меня, а кто он такой бумчик? Потому что мне и раньше задавали этот вопрос. Те люди, которые с бумчиком не знакомы и никогда его не видели. Они подходили ко мне и спрашивали, а бумчик это кто? Человечек маленький или не очень большой мальчик? А я им отвечала, да и сама не знаю. Я про это бумчика не спрашивала. Мы с ним разговаривали совсем о других вещах. Но вот про то, какой он бумчик, как выглядит, это уж я могу вам рассказать. Бумчик вот какой. Не очень высокий, но и не слишком низенький. Волосы у него пушистые и немного торчат в стороны. Глаза круглые, нос короткий, а уши довольно большие. Это, наверное, от того, что в бумчиковой семье у всех прекрасный музыкальный слух. И бумчик сам знает много хороших песен и замечательно умеет их петь. И еще много чего интересного он умеет делать. Например, бумчик умеет удить рыбу, летать на вертолете, разговаривать с животными, птицами, деревьями и машинами. Глава вторая. Где он живет? Бумчик живет в своей деревне. Где же еще? Каждый год летом мы приезжаем в эту деревню, чтобы покупаться в море, побродить по лесу и повидать нашего друга Бумчика. На самом берегу залива стоит его домик под красной черепичной крышей. Позади домика у воды на высоких шестах сушатся белые рыбацкие сети. Теплый ветер прилетает с моря изо всех сил раздувает сети, и тогда кажется, что это большие облака опустились на берег отдохнуть. В деревне нашей живут рыбаки, их жен рыбачки и их рыбацкие дети. Рано утром рыбаки уплывают на своих больших лодках ловить рыбу, а дети бегут в лес собирать ягоды и грибы. Вечером, когда рыбаки возвращаются с уловом, рыбачки разжигают огонь, и над деревней плывет запах вкусной копченой рыбы. Тихо дышат в хлевах сонные коровы, куры бормочут что-то на своих насестых, и вечерние птицы стрижи носятся над самой землей и задевают крыльями мягкие листья подорожника. Бумчик выходит в этот час из своего домика, отправляется гулять по улице, а со всех сторон из распахнутых дверей и окон ему кричат, «Добрый вечер, Бумчик! Заходи к нам, пожалуйста!» Бумчик, конечно, сейчас же заходит навестить своих друзей, и на это, в конце концов, у него уходит немало времени, потому что друзей и знакомых у Бумчика очень много. И как раз о них я вам сейчас и расскажу. Глава третья Друзья Бумчика Если перечислить всех друзей Бумчика, то на это, наверное, идет целый час, потому я расскажу только про самых главных. Тут уж, конечно, нужно вспомнить старого рыбака. Вот он сидит себе на бревнышке, одетый в толстый вязаный свитер и греется на солнышке. Но я прекрасно знаю, сейчас он докурит свою трубку и отправится к Бумчику. Кое о чем потолковать. А когда они начнут свои разговоры на скамеечке у Бумчика во дворе перед клумбой с ромашками, то обязательно туда еще кое-кто пожалует. Например, крот, который живет в нарезе сараем, и считает себя старым приятелем Бумчика. На этом основании он частенько присоединяется к Бумчику и старому рыбаку, хотя по своему характеру крот не очень разговорчив и больше любит слушать, что говорят другие. Иногда во двор Бумчику заскакивает еще серый заяц. С ним Бумчик ходит за грибами или за желтыми осенними листьями. Заяц всегда знает, на каком дереве бывают в сентябре особенно красивые листочки. Собака Бумчика, когда в первый раз увидела возле калитки этого зайца, не разобралась сразу, что к чему, и погналась была за ним слаем. Только потом, когда псу объяснили, что заяц знакомый Бумчика, он очень сконфузился и тотчас же перед зайцем извинился. И рыбачка Марта тоже дружит с Бумчиком. Дом ее стоит по соседству с его домиком. В холодную дождливую погоду, когда нельзя гулять, Бумчик с рыбачкой Мартой сидят возле теплой печки и играют в какие-нибудь игры. А зимой, к Новому году, Марта связала Бумчику в подарок теплые шерстяные варежки. Еще один друг есть у Бумчика. Автомобиль. А что же тут удивительного? Вот вы, например, дружите со своими куклами, мишками и оловянными солдатиками. Почему же Бумчику не дружить с автомобилем? Среди друзей и знакомых Бумчика можно назвать и почтальоншу Марусю, который по утрам приносит нам письма и газеты. И желтоглазую корову, такую умную, что, говорят, она даже знает, как пишется буква О. Некоторые Бумчиковые знакомые живут не в нашей деревне, а совсем в другом месте. Но если у тебя есть настоящий друг, то не так уж важно, рядом с твоим домиком он живет или немножко подальше. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова